ММОРПГ В следующем месяце ММОРПГ Neverwinter получит крупное дополнение Истребитель Драконов, а на этой неделе дизайнер систем Cryptic Studios Майкл Линч поделился новыми подробностями о грядущих изменениях. Они будут связаны с переработкой испытаний, наград в сундуках, очередями и многими другими игровыми элементами. Стоит отметить, однако, что это пока предварительные изменения Истребителя Драконов, и некоторые из них могут быть подкорректированы до релиза дополнения. Скорее всего, это будет зависеть от отзывов игроков, которые тестируют их на сервере предпросмотра. Для русской версии классической и до сих пор многими любимой ММОРПГ Рагнарок Онлайн выйдет очередное крупное обновление, которое будет называться Осколки Воспоминаний. Игроков ждут новое задание в городе Вирус, а также откроется доступ к двум подземельям, последняя комната и центральная лаборатория. Любители лора и истории мира Рагнарок Онлайн смогут получить ответ на вопрос, касающийся причин гибели древней цивилизации. Релиз обновления запланирован на первое число июня 2022 года. Какой-либо конкретной даты издатель в лице 4Game на данный момент не назвал, но пообещал новые подробности уже в самое ближайшее время. Разработка Embers & Drift продолжается, о чем свидетельствует последний список обновлений бета-тестирования, в котором перечисляются исправленные баги бета-версии и описывается ряд функций, находящихся в разработке. Среди последних 4 новые зоны, подключение подземных жил, реализация высокоуровневых способностей и кастомных медведей и лосей. Некоторые из основных функций, которые в настоящее время находятся в разработке, связаны с созданием обновлений для расходных материалов. Среди последних есть камни для заточки оружия и брони, позволяющие добавить временные бафы для снаряжения. Продолжается работа по балансированию характеристик, типов урона и соответствующих сопротивлений. Планируется введение тлеющего камня, который позволяет получить тлеющую эссенцию в рамках приключений. Последнюю в свою очередь можно использовать для улучшения реагентов. Другие идеи по применению этой тлеющей эссенции включают создание камня призыва, бафающей ауры и какого-то положительного эффекта. Тут правда следует уточнить, что все эти варианты применения эссенции пока являются только планами и могут не добраться до самой игры. Еще одно крупное обновление – переход на новую сборку движка Unity. Это техническое обновление позволит добавить новый скайбокс, исправить декали, добавить поддержку процессоров Apple и обновить настройки производительности. Все эти функции должны появиться в ближайшее время, а скайбокс является приоритетным обновлением. Совсем скоро начнется период бесплатного доступа к многопользовательской ролевой игре в открытом мире Fractured Online. Об этом сообщила компания-издатель Gameigo. Мы рады предложить поклонникам ММО и РПГ по всему миру бесплатный доступ к Fractured Online на целую неделю без каких-либо компромиссов. В течение этого периода так много всего нужно сделать. Например, принять участие в формировании экономики мира, управляемой игроками. Или создавать предметы и экипировать их, чтобы сражаться со множеством монстров или других игроков в битвах. Что игроки выберут в игре, зависит только от них. Можно выбрать честную жизнь пастуха, фермера, ремесленника, или предпочесть более жестокий путь охоты и грабежа. Бесплатная неделя пройдет с 25 мая 17.00 по МСК до 31 мая 17.00 по МСК. На днях русскоязычная версия ММО и РПГ Blade & Soul получила крупное обновление под названием Школа Тигра. Оно привнесло в игру множество нового контента, и конечно в первую очередь стоит поговорить о новом древнем подземелье Зал Испытания Школы Тигра, которая рассчитана на команду из 4-х человек выше 60-го уровня. В этом данже игроки смогут добыть новые предметы, такие как оружие алых облаков, украшение небесного потока и особые камни, а также сразиться с новым боссом, посвященный Золотой Тигр за особую награду. К слову, это первое подземелье в новой локации Остров Золотого Тигра, второе должно появиться в следующем месяце. Не обошлось и без корректировок, которые провели разработчики с умениями персонажей, об этом можно более подробно почитать по ссылке в описании. Кроме того, начались два новых ивента, в честь шестилетия игры и Деревня Демонов. Они позволят пополнить инвентарь новыми предметами и полезными вещами. Оба ивента начинаются с послания. Ну и напоследок, изменения еще затронули межсерверные данжи и рейтинг печати хаоса. Также были добавлены новая сфера, Дух Защитник и первые шесть глав 12-го акта. На днях русскоязычная версия MMORPG Аркейдж получила свежее обновление «История о прошлом и будущем», которое привнесло в игру множество новых интересных вещей. Помимо этого, по случаю такого события компания MyGames дарит всем фанатам приятные подарки. Основной частью обновления являются новые сюжеты летописи «Призрачные паруса» и «Инженер кошмаров», «Гильдейские дома» и эпический боевой пропуск с главной наградой в виде белого кролика. Также в игре стартовал новый сезон королевской битвы под названием «Вуальдауты», где игроки могут повеселиться и заработать медные драконы. Конечно, история о прошлом и будущем еще привнесли в игру различные корректировки для умений персонажей, заданий, экипировки и других вещей наряду с исправлениями ошибок. 8 июня 2022 года состоится релиз контент-обновления Альбиона «В пекло». В нем предусмотрены большие изменения как для новичков, так и для опытных игроков. Полностью переработанные магические посохи, улучшенные замки и замковые заставы, а также новые режимы кристальной лиги и арены, масштабно меняющие боевую систему. Помимо прочего, изменения коснутся и интерфейса активностей. Теперь все текущие события будет удобнее отслеживать. Ну а в рамках Twitch Drops игроки Альбиона смогут получить уникальные награды. Zenimax Online Studios продолжает готовить сообщество MMORPG The Elder Scrolls Online к скорому релизу главы «Высокий остров» с новым контентом. Обитатели Тамриэля отправятся на архипелаг Систрес. Некогда в мире и согласии жители островов оберегали свои земли от любых угроз, пока противоборство между домами бретонской знати не породило раскол. Собственно, локации и посвящен очередной трейлер. Сюжет «Высокого острова» наполнен политикой, интригами и драмой и растянется на 30 часов. А еще больше времени отнимет у игроков следующая новинка – коллекционная карточная игра под названием Tales of Tribute. Глава «Высокий остров» для The Elder Scrolls Online выйдет на ПК и Google Стадия 6 июня, а на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series XS 21 июня. Креативный директор Star Citizen Крис Робертс опубликовал длинный пост на официальном сайте игры и рассказал в нем о том, что Cloud Imperium Games планируют делать в 2022 и последующих годах. Сначала он рассказал о том, что постоянно растущая база игроков проявляет все больше и больше активности, а затем поделился планами на обновление до версии игры 4.0, где Persistence Intinity Streaming играет особую роль в объединении серверов в одну большую сеть. Крис сообщил, что клиент со стабильным PES был показан внутри студии на прошлой неделе. Игроки же получат к ней доступ в обновлении Alpha 3.18. Первая же имплементация и объединение серверов в сеть ожидается как раз в обновлении 4.0, которое планируется в первом квартале 2023 года. Уточним, что именно эта технология и сделает из Star Citizen полноценную MMORPG. С недавних пор EVE Online официально получает новую опцию EVE Anywhere. Компания CCP Games запустила новую облачную платформу на базе технологии Intel, а это значит, что удаленный доступ к серверам и игре доступен где угодно и когда угодно. В рамках первоначального запуска сервис стал доступен в США и многих странах Европы. До конца 2022 года CCP Games планирует запустить сервис в тех странах, где на данный момент функция EVE Anywhere недоступна. На днях в MMORPG World of Warcraft началось очередное ежемесячное событие от Оргаст Хор Мертвецов, которое будет длиться неделю и немного разнообразит геймплей в Башне Проклятых. Фанаты уже должны быть хорошо знакомы с этим ивентом, так как он периодически проводится с релиза дополнения Shadowlands. Если же вы впервые слышите про него, то суть заключается в том, что игроки могут принимать облик угасшего хора и увеличить урон, скорость передвижения, силу исцеления, а также открыть особое умение. Кроме того, началось еженедельное дополнительное событие стычки на арене. Как вы уже могли догадаться из названия, оно относится к PvP сражениям. Взяв у смотрителя Катулу в Арибосе задание, игроки за 10 побед на арене получат сундук с трофеями и сияющее азеритовое ядро. Также этот ивент преподносит пассивный эффект в виде плюс 50% к чести застычки. Команда разработки MMORPG New World выпустила очередное ежемесячное видео, посвященное обновлениям игры. На этот раз разработчики рассказали о PvP аренах 3х3, мутаторах в The Depths, продолжении сюжетного контента и некоторых моментах, которые мы можем ожидать в июне. Начать разработчики решили с PvP арен 3х3, являющихся одним из способов, с помощью которых Амазон позволяет игрокам, не имеющим много свободного времени, принять участие в PvP активностях. Участие в битвах на аренах позволит игрокам зарабатывать опыт и новую PvP валюту. В The Depths появятся мутаторы, которые будут применяться циклически. Команда делает акцент на потенциале мутаторов, как вызовов игрокам и контента, который заставит игроков наслаждаться стратегией. А вот в июне в New World не будет большого контентного обновления, но будут обновления, исправления и события сообщества. В их число входит ивент XP Экстраваганца, который предоставит возможность для развития и, возможно, даже станет хорошим временем для создания новых персонажей. На следующей неделе сервер Аюн Классик получит массу нового контента с выходом обновления 2.0 Штурм Балауреи. В обновлении будут представлены новые зоны для исследования, подземелья для прохождения, увеличение максимального уровня и многое другое. Изюминкой обновления 2.0 является открытие родины Балаура в Балаурее, расположенной во внешнем регионе Атреи. В новом регионе вас ждут 2 полевых босса, 7 подземелий и 4 осады крепостей, новые предметы и снаряжение для сбора, а также новый предельный уровень, 55-й. Помимо этого, игроки смогут заработать новую валюту, Sapphire of Medal, которую они смогут потратить на покупку снаряжения Primus+. Обновление представит осаду божественной крепости Менотиос и скорректирует начальный уровень и награды для зоны Бездны, а также лимит входа для различных комнат с сокровищами. Ну а если вы введете промокод StormWingPet20, то получите на 30 дней питомца StormWing в момент релиза обновления. Perlabis установила на корейские серверы Black Desert апдейт с приватными зонами для гринда мобов, от малотребовательных спотов для новичков до топовых мест фарма с высоким показателем атаки. При этом в подобных зонах выпадают все те же предметы, что и в открытом мире. Найти частную зону фарма можно через меню путешествий. Приехав на место, игрок увидит кнопку таймера на 1 час 5 минут, после нажатия на которую зона вокруг него станет недоступна для выхода и входа. Ну и в течение указанного времени фарму никто не помешает. В зоны для такого фарма включены и популярные места с высокой конкуренцией и PvP. Ну а обнуление таймера происходит по стандартному времени ежесуточно. В данный момент глобальная версия кроссплатформенной MMORPG Noah's Heart находится на этапе закрытого бета-тестирования. Однако разработчики уже открыли возможность предварительной регистрации в релизную версию проекта. Пройти эту процедуру можно через ссылки на официальном сайте. Предрегистрация для ПК проводится через ввод своей электронной почты. Дата релиза глобальной версии игры пока не объявлена. Но ежели чего прямо сейчас уже доступна китайская. Глобальная в свою очередь получила перевод на множество языков, среди которых есть и русские. К сожалению пока только машинные. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гоха.ру, еще услышемся.